Министр энергетики заявил, что планирует посетить все энергообъекты, находящиеся в зоне риска. По его словам, ключевой проблемой отопительного сезона является плановый дефицит электроэнергии. Пример Смаилов раскритиковал казахстанские авиакомпании. На заседании правительства обсуждались меры по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации. В Уральске мусорный полигон заполнен на 95%. Вместе с этим здесь существует еще ряд проблем, одна из которых – нехватка рабочей силы. Министр энергетики Алмасадам Садкалиев заявил, что планирует посетить все энергообъекты, находящиеся в зоне риска. В Куларах правительства министр заявил, что износ по энергоисточникам в стране составляет порядка 70%. По словам Садкалиева, ключевой проблемой отопительного сезона является плановый дефицит электроэнергии. Помните, президент Токаев говорил, что энергообъекты, находящиеся в госсобственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета, а частные нужно модернизировать за собственный счет. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. Более полутора тысяч километров нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%. Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. На это нужно 528 миллиардов тенге, констатировал президент. После той критики Минэнерго провело аудит. Уже определены группы энергообъектов, которые входят в зону рисковую, по которым необходимо принятие срочных мер. То есть, хотел констатировать, что в целом износ по энергоисточникам в стране составляет порядка 70%. По словам энергетиков, недавний коллапс в Экипостузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Везде, в первую очередь, летят котлы. Кроме того, везде сверхдопустимый процент изношенности сетей, потому что их вовремя не меняли, просто долатывали. Сумели растянуть советское еще хозяйство. Но теперь придется вкладывать деньги, причем из бюджета. Пока, как говорил президент, наблюдается значительное отставание от сроков реализации фондом Самруказна таких важнейших проектов, как ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в том же Экипостузе. Комиссия выявила 19 тепловых электростанций, которые не работают должным образом. Состояние ТЭЦ действительно в некоторых регионах является критическим. Определена группа ТЭЦ, которым требуется особое внимание, в том числе на уровне правительства. Рассматриваются вопросы для финансирования ремонтов данных ТЭЦ в рамках выделения средств из резерва правительства, исходя из технического состояния, исходя из риска чрезвычайной ситуации эксплуатации данных станций. То есть по некоторым регионам ситуация... Например, какие регионы можете назвать? Ну да, могу, безусловно. Это РИТР в первую очередь, это Экипостузская ТЭЦ, это ТЭЦ состояние ТИМАРТАУ. По мнению Токаева, предложение продать государству за один тенге, Экипостузской ТЭЦ, износ которого превышает 90%, нуждается в экспертизе. Лучше взять 50% компании и поручить собственнику провести капитальный ремонт ТЭЦ, высказывался он. Кроме того, по его мнению, энергообъекты, находящиеся в госсобственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета, а частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». И, как признавался глава Минэнерго, тарифы на тепло и свет будут расти каждый год. Боржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Премьер Смаилов раскритиковал казахстанские авиакомпании. На заседании правительства обсуждались меры по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации. Премьер отметил, что население выражает обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний. По его словам, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис, при этом билеты дорогие. Глава Кабмина высказался о политике ценообразования на авиабилеты. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоу-кастера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае. Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей. Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне, сказал Смаилов и попросил ответить представителей авиакомпаний. Чем раньше кто-то осуществляет бронирование и покупает, тем ниже будет тариф, который мы сможем предложить. Это также зависит от дня планирования. Если это момент высокого спроса в пятницу вечером, конечно, тариф будет выше. Но это модель ценообразования, которая зависит от расходов. Это зависит только от рынка спроса. В свою очередь, председатель комитета гражданской авиации Ластаев также ответил на вопрос о высоких ценах на авиабилеты. По его словам, все зависит от конкуренции. К 2025 году планируем увеличить парк воздушных судов. Во-вторых, мы внедрили политику открытого неба. Соответственно, к нам беспрепятственно прилетают международные авиакомпании. У нас нет никаких ограничений, сказал он. Это тоже окажет соответствующее давление на ценовую политику, полагает чиновник. Однако он напомнил о дефиците в сфере производства авиатоплива, который тормозит развитие гражданской авиации. Но, похоже, сами монополисты не хотят конкуренции. Если рассматривать немедленное отделение FlyArstan от Air Astana, то ни о каком снижении тарифов на рынке мы говорить не можем. Наоборот, это приведет к увеличению тарифов и к росту. Премьер Смаилов также заявил, что в отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонтно-взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника – трапы, топливно-заправочные машины, тягачи. Не соблюдаются международные стандарты при аэродромного пространства, когда земли вокруг аэропортов используются под жилую застройку и бизнес. Это влияет на безопасность полетов, сказал Смаилов. Премьер поручил изъять незаконно выданные земельные участки близ аэропортов. Выявлено порядка 900 строений, которые были построены без согласования с соответствующими государственными органами при аэродромной территории. А в целом выявлено более 100 участков, 100 объектов, которые прошли без согласования. В настоящее время создана рабочая группа совместно с Генеральной прокуратурой, с представителями местных исполнительных органов. Сейчас ведется работа по приведению в соответствие. То есть это не значит, что все эти строения, они как бы препятствуют выполнению полетов. Просто они были в свое время выданы без соответствующих процедур. Более половины пожаров происходит по вине человека. Об этом сообщили в МЧС. Лето, по прогнозам синоптиков, будет сухим и жарким. А потому риск возгораний высок. Не разводить костры в лесу и степи, не бросать окурки и спички, призывают жители и спасатели. На вид обычные соревнования среди школьников. На деле дружины юных спасателей взрослые отбирают лучших из Алматы в республику. Это боевое развертывание пожарного оборудования, оказание первомедицинской помощи, навесная переправа и многое другое. На финальное соревнование были отобраны лучшие команды победителей районных дружин юных спасателей. Юноши и девушки продемонстрировали отличные навыки и умения действовать в экстремальных ситуациях. А также успешно справились с силовыми упражнениями. Самое главное, что дети получают практические знания, как правильно действовать при ЧАЭС, еще это психологическая и физическая подготовка. А потому такие мероприятия только на пользу, тем более, что и статистика ведомства показывает. Более половины пожаров и ЧП – это человеческий фактор. Тут важно уже с детства привить навыки поведения и обращения с природой. И, как сообщили в МЧС, с начала года всего зафиксировано порядка 4 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Совершено более 22 тысяч выездов, спасено свыше 5 тысяч человек, эвакуировано тоже более 5 тысяч и оказана первомедицинская помощь порядка полутора тысячам граждан. Благодаря принимаемым мерам количество пострадавших в ЧАЭС снизилось на 8,8%. Анализ природных пожаров показал, что только 43% пожаров вызваны природными явлениями, более 50% – из-за деятельности человека. В этой связи МЧС совместно с местной полицейской службой и акиматами взят на особый контроль вопрос соблюдения населением требований безопасности в лесах и степных массивах, обеспечением выполнения правил пожарной безопасности сельскохозяйственными организациями. Пожароопасная ситуация находится на ежедневном контроле. Был поднят и больной для любой отрасли вопрос нехватка техники и оборудования. Оснащенность ею в МЧС составляет 89%. Да, у нас имеется старая техника, которая прослужила более 10 лет, но ее, так скажем, не так уж много. Если в течение трех лет нас будет так же финансировать, как на сегодняшний день, то в течение трех-четырех лет мы закроем наши потребности. При этом акиматы тоже должны закупать технику без оглядки на МЧС, сказали спикеры. В лесном хозяйстве тоже проблемы. Там обеспеченность автомобилями всего 65% от положенного. И в профильном комитете данную проблему признали. И комитет лесного хозяйства в пределах 71% составляет. На сегодняшний день выделено финансовые средства именно в комитет лесного хозяйства подведомственных предохранных учреждений в пределах 8,3 миллиарда. На сегодняшний день начата работа по закупу спецтехники именно. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. В Уральский мусорный полигон заполнен на 95%. Об этом сообщил директор полигона ТБО Алмаз Бешенбаев. Вместе с этим здесь существует еще ряд проблем, одна из которых – нехватка рабочей силы, обусловленная отсутствием квот на рабочие места. С подробностями наш корреспондент. Это Уральский мусорный полигон, расположенный по трассе Уральск-Тоскала. 25 мая здесь произошло возгорание мусора, которое пришлось тушить целых пять дней. На сегодня потушить пожар все-таки удалось. Причиной долгого тушения пожара честники объясняют большим объемом и количеством мусора. Стоит отметить, что в последний раз подобный пожар на полигоне произошел пять лет назад. Сейчас проводится работа засыпок грунт по всему периметру загорания. В данное время открытого очага нет. В данное время только тлеет мусор, из-за этого поднимается пар и дым. Также принимали стушение грунтом, засып грунта. А противопожарные службы стоят у нас на охране территории, чтобы не перекинулся огонь с полигона в степь при ветреной погоде. По словам директора полигона ТБУ Алмаза Бешенбаева, мусороперерабатывающий предприятие не может работать в полном объеме, так как со стороны государства нет никакой существенной поддержки. Вместе с тем, на полигоне катастрофически не хватает рабочих. Плюс еще со стороны государства меры поддержки необходимы для коммунального сектора. Это, скажем так, преференция касательно налога, это касательно НДС, в том числе коды. То, что я сказал. Вот такие нюансы сейчас задерживают. А касательно общего сектора, она делится. В 2019 году у нас был построен сортировочный комплекс. На сегодняшний день она работает, но не на полном объеме. Она на 50% загружена в связи с тем, что не хватает рабочей силы. Мы со своей стороны заявлялись и в органы биржи труда и САБЕЗа. Но при этом поток очень большой. Люди приходят, не выдерживают на работе и уходят. По словам работников, работа здесь не из простых. Приходится стоять целый день на ногах и перебирать тщательно весь имеющийся мусор. Я здесь работаю уже больше пяти лет. Мы перерабатываем неметаллические отходы. Моя работа заключается в сортировке мусора. Сложность работы заключается в том, что приходится целый день стоять на ногах и быть внимательной, чтобы вместе с пластиком не ушли иные предметы. В целом проблема в коммунальном секторе является одной из острых в стране. Около 90% полигонов в Казахстане находятся в заполненном состоянии. Уральский полигон был организован еще в 1975 году. В Уральске продолжается обсуждение проекта строительства нового моста через реку Чиган, который должен соединить новый микрорайон Акжеек с центральной частью города. Жители областного центра разделились на два лагеря. Одни против строительства моста, другие, наоборот, выступили за. О том, к какому решению пришли местные власти, расскажет наш корреспондент. Жаркие баталии насчет строительства моста через реку Чиган уже продолжаются не первый год. Первая половина присутствующих на общественном заседании считает, что мост все-таки нужен, так как с каждым днем население поселка Чиганск увеличивается. Соответственно, увеличивается и количество автотранспорта. Кроме того, по данному району проходят маршрутные автобусы в соседнюю Травскую область и несколько городов России. Если специалисты внесли предложение, если действительно растает, люди едут с Саратово, с Перелюбово, с Энгельсово, с Российской Федерации, Косталок, Тоскалок, едут, им надо ехать туда. Вы знаете, куда, да? И зачем им такой круг делать, заторжение сделать, когда могли они по прямой проехать? Так же? И очень много. На самом деле Акжеек в микрорайоне будет расти. Планы есть, начали строительство. Если не сегодня, то завтра. Мы не говорим, завтра будем строить мост. Это пока проект сделает, пока нет, пока другой. И параллельно строить тоже. На публичные слушания пришли и представители природоохранной организации. Экологи не против строительства моста, но они просят не трогать деревья в парке Кирова. Проект предусматривает вырубку 1130 деревьев. Но представители местной власти рассказали, что деревья не будут вырублены, а пересажены специальной техникой. В данный момент времени проект строительства моста еще не утвержден. Из 120 гектаров земли зеленые насаждения есть только в 90 гектарах. Напомним историю со строительством моста через реку Чиган в строящийся микрорайон Акжаек тянется уже четвертый год. Окончательное решение в строительстве объекта, которое будет спонсировать компания КПО «Би-Ви», станет известно осенью текущего года. Примерная стоимость строительных работ – 13 миллиардов тенге. Дана Киримбаева, Айбуладжига Пар, Александр Грабрев, телеканал ТДК-42. 130 семей рискуют остаться под завалами в Мангустаусской области, в селе Сайутес. Дома, построенные для работников железной дороги, более полувека назад буквально трещат по швам. Люди говорят, что жить в домах, в которых проваливается крыша и осыпаются стены, крайне опасно. Как ситуацию комментирует местная власть, узнавал наш корреспондент. В аварийных домах сегодня проживает порядка 500 человек. Люди испытывают не только бытовые неудобства, связанные с постоянно протекающей крышей и запахом забитых канализационных сетей, но и опасаются за свою жизнь. Латать дыры самостоятельно местные жители устали. Да и занятия, это говорят, бесполезные. Зданием требуется срочный капитальный ремонт. Когда упал этот бетон, все дети играли во дворе. Я выбежала на крики в страхе за дочерей. Но, к счастью, опасность миновала. А если бы все-таки кого-то придавило, кто бы ответил? Трещины есть в каждой постройке. В свое время чиновники говорили, что за внутреннюю часть здания в ответе жильцы, за внешнюю – они. Мы везде провели пластиковые трубы, а снаружи так и осталось. Оказывать помощь жильцам будут поэтапно. В первую очередь необходимо передать дома на баланс Акимата, восстановить документы, провести техническое обследование зданий. Уже после станет ясно, будет ли жилье признано аварийным, либо все-таки подлежит модернизации. На спонсорские средства обследуем сначала три дома. Сейчас заключаем договор с компанией, которая проведет техническую экспертизу. Если здания все-таки признают аварийным, начнем работы над переселением жильцов и выдачей денежных компенсаций. Когда именно будет решена проблема, неизвестно. Стоит отметить, что следующей зимой в этих домах не будет тепла. В связи с тем, что жители имеют задолженность в размере 4 миллионов тенге, коммунальное учреждение отказало в оказании услуг. Айдана Каримова, Махбалина Товлетов, Аслабека Бекенов, телеканал ТДК-42, Мангистауская область. Участники 10-го общенационального мотопробега Минен Елем-2023 стартовали из Актау в путешествие по всему Казахстану. Мотокараван, который ежегодно проходит 10 тысяч километров, взял свое начало в Актау впервые. Ранее он выезжал в путь из Атыраусского региона. В рамках мотопробега 7 байкеров направились до Атырау, затем их ждет интересный маршрут по всем регионам страны. Завершить мотопробег планируется 15 июня в Актау. Общенациональный мотопробег Минен Елем, стартовавший в Актау, проводится уже 10 раз. По данным мотоклуба, за 9 лет они провели поездки 180 дней, оставив позади 100 тысяч километров. По словам участников, раньше они объезжали лишь половину Казахстана. На этот раз участники планируют проехать все 17 областей до 15 июня. На сегодняшний день с нами едет человеку 65 лет на мотоцикле. Проехал полный круг по Казахстану в прошлом году, сейчас он едет на машине. Но будут меняться, они тоже садятся на мотоцикл. По словам организаторов мероприятия, главная цель мотопробега – повысить интерес казахстанцев к мотоспорту, призвать к единству и сплоченности. Стоит отметить, что к Атраусским мотобайкерам будут подключаться участники из других городов Казахстана. Ход мотопробега фиксируется на видеозапись. Организаторы мотоклуба намерены в ближайшее время снять документальный фильм о поездке. Стоит отметить, что мотоклуб был профинансирован областным управлением спорта больше, чем на 2,5 миллиона тенге. Мы развиваем авто-мотокультуру, чтобы детей приобщить. У нас есть цель такая, чтобы в дальнейшем дети бесплатно обучались этому. Многие хотят, но не могут. Ревизор против коррупции. Бессмертную комедию Николая Васильевича Гоголя поставили на октябрьских подмостках. Показ организовали специально для государственных чиновников и функционеров. Инициаторы постановки надеются, что искусство воспитает в госслужащих неприятие бюрократии и коррупции. Поможет им стать смелыми и честными. Лейла Уесова побывала на премьере. Это классика драматической сцены. Спектакль «Ревизор» по мотивам одноименной пьесы Гоголя поставили по инициативе антикоррупционной службы. Он погружает зрителей в атмосферу синтетического мира бюрократии и знакомит с обитателями этого мира. Гоголевские герои остаются верны себе. Они льстят, присмыкаются и предлагают взятки. Эти образы очень знакомы любому современному человеку. Наше законодательство требует формирования антикоррупционной культуры в обществе, способности человека сознательно и нравственно противостоять коррупции. В соответствии с этим требованиям мы проводим большую разъяснительную работу по профилактике таких правонарушений. Ревизор на сцене Октябрьского драмтеатра становится откровением для каждого зрителя. Основная публика в зале – молодежь. Текст пьесы Гоголя сам по себе может быть действенным инструментом в деле борьбы с коррупцией. А атмосфера спектакля, которая еще больше обостряет углы, располагает к размышлению и обсуждению. Театральное искусство отражает реальную ситуацию. Актеры казахской труппы блестяще справились со своей ролью. Смогли передать переживания героев, их принципы. Но главная цель, которую преследовали постановщики, заключается в том, чтобы обезопасить наше общество от коррупции. И нам показали, чем заканчиваются подобные действия. Как показывает многолетний опыт, театр может работать как воспитатель, порицатель и обличитель для общества. Одним словом, эта безобидная антикоррупционная акция для госслужащих может убить сразу двух зайцев, повысить уровень культуры и дать возможность увидеть себя со стороны. Ревизор – это спектакль для молодых и очень молодых людей. Поэтому первое, что нужно сделать для реализации антикоррупционной стратегии в Казахстане, про которую сейчас столько говорят, это вырастить новое поколение, свободное от штампов и шаблонов, а также пережитков прошлого. И зрители после показа подтвердили эффективность этой идеи. Лайла Уэйцева, Жумар Тадемергенов, телеканал ТТК-42, Ак-Тубе. Уральский завод «Водэкофильтр» посетил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев. ТО «Водэкофильтр» является казахстанским заводом-изготовителем водоочистного оборудования и оборудованием очистки источных вод, оборудованием по утилизации пищевых отходов. Предприятие работает на рынке с 2005 года, на счету которого более 400 успешно реализованных объектов на территории Республики Казахстан, который обеспечивает население чистой питьевой водой. Мы изготавливаем оборудование разной производительности. Это и малые установки для частных хозяйств, сельских хозяйств, это для поселков. Также делаем большие установки и для городов, для промышленных предприятий. Опреснительные установки сейчас очень востребованы, потому что много засоленной воды. И для использования в питье или технических нуждах необходимо использовать пресную воду. И вот система опреснения, как раз установки, позволяющие опреснять эту воду, мы изготавливаем. Причем можем изготавливать даже мобильные, в модульных зданиях, с установкой полностью под ключ. Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев в своей рабочей поездке в Уральск посетил цеха завода-изготовителя. В сборочном цеху ознакомился с выпускаемой продукцией. На встрече с министром обсудили острую проблему работы косов и их изношенность в стране. Руководитель предприятия Сергей Рабцевич акцентирует внимание на том, что воду всем нам надо беречь и рационально использовать. Вод-экофильтр может получить воду для строительства, полива и других нужд источных кондиционных вод. И при этом снизить затраты на эксплуатацию косов за счет использования собственных запатентованных технологий. Завод Вод-экофильтр изготавливает и устанавливает косы различных модификаций и производительности, работающие в различных климатических условиях. Компания имеет большой опыт по производству кондиционно-очистных сооружений, косов, от проектирования до пуска наладочных работ. Вод-экофильтр также изготавливает локальные кондиционные станции очистки для поселков. Мы сегодня убедились, что компания занимается не только производством, но еще и проектирует, оказывает услуги, обслуживает. У предприятия широкие опыты и какие работы с местными сотними властями, такими матами, но и также и промышленными предприятиями. Мебельный салон «Интермебель» представляет вашему вниманию широкий ассортимент эксклюзивной мебели со стильным дизайном производства Турции, Белоруссии и России. В нашем салоне вы найдете для себя мебель для любого интерьера и дизайна, на любой вкус и цвет. Мы ждем вас по адресу город Уральск, улица Абулта-Ирхана, 8-1. Ежедневно, без перерыва и выходных. В честь Международного дня защиты детей сотрудники Управления местной полицейской службы Департамента полиции Западно-Казахстанской области посетили детский сад «Нураим», чтобы подарить малышам праздничное настроение. Сегодня мы проводим в детском садике игровую программу для малышей, где дети приняли участие в различных конкурсах и играх. Цель данного мероприятия – обучение детей безопасному поведению на улицах и в общественных местах. Стоит отметить, что «Стражей порядка» сопровождали аниматоры. Праздничная программа состояла из песен, танцев, участия в увлекательных играх. Корректив детского сада поддерживает сотрудников правоохранительных органов, которые в этот важный день оказались в кругу детей. Благодарим сотрудников Управления местной полицейской службы за ваш доблестный труд, чуткость и внимание, а также за то, что посетили сегодня наш праздник и подарили нашим детям незабываемые эмоции. Детский сад «Нураим» обеспечивает воспитанников качественным образованием. К слову, в зависимости от возраста предусмотрена возможность обучения английским языком. В процессе обучения успешно реализуется методика зарубежных стран. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует...